Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Сетникова. Итак, мои хорошие, наконец-то представляю вам свою новую работу, которую я назвала «Жилет Элегант». Вот такое название родилось спонтанно. Сейчас поверчусь, покручусь. Покажу вам его в других вариациях, как можно его носить, с чем можно носить. И расскажу еще о тех вещах, которых у меня нет, но они сюда очень хорошо подойдут. Пожалуй, начну с этой рубашки-блузки. Очень хорошо к этому жилету подойдет клетчатая рубашка, естественно, в том. Возможно, с какими-то контрастными цветами. И такой получится... Сейчас положу сумочку. Вестерн стиль. Вестерн. Если к этой рубашке... Представьте, клетчатая рубашка. И вот так вот красиво сделать. Вот такой вот узел или бант, или я не знаю, как это. Ну, короче, вот так вот завязать. У меня, к сожалению, такой рубашки нет. Но она сюда очень хорошо подойдет. И в скором будущем я, конечно же, ее приобрету. Этот жилет также можно носить под водолазки. Причем цвет жилета ни к чему не обязывает. То есть сюда подойдет практически все. Потому что эти пастельные цвета, как правило, можно носить с разными цветами. Белый, черный, даже красный. К моему удивлению, красный цвет очень хорошо подойдет к этому песочному цвету. Итак, мои впечатления. Жилет вязался из пряжи Мидара. Это фирма Мидара, пряжа Ангора 2, артикул 3, семерки. Я сейчас вам все покажу на себе. А потом во второй части видео, конечно же, поговорим о тонкостях и нюансах. И я все-все вам расскажу. В общем, я очень довольна результатом. Просто очень. Жилет легкий. Пряжа, но она не то, что мне понравилась. Она мне очень понравилась. В составе Майхер акрил совсем немножко 20% и шерсть. Конечно же, я сюда делала смесовку. Здесь есть кашемир, есть вискозо-шелковый блеск. Но сама по себе пряжа очень хороша. Она легкая. И метраж в 750 метров дает изделиям быть легкими. Кстати, отвечу на один вопрос, который мне задала подписчица. Вот буквально вчера я еще не ответила на него. Вот такая возможность. Платье золотое. Был вопрос, из чего можно связать платье золотое. Причем сделать его длиннее и на очень большой размер. Сразу хочу сказать, вот пряжа метара идеально подойдет к платью золотому. Тем более, если у вас большой размер. Потому что такой метраж пряжи великолепный в 750 метров. Каким бы большим это платье ни было, оно будет легким. И это просто прекрасная пряжа. Если у вас, конечно, не супер-гиперчувствительная кожа. Пряжа немножко покалывает. Немножко. Но это, как сказать, приятное покалывание. Мне такое покалывание нравится. И если раньше я сомневалась, что из этой пряжи я не буду вязать платье. Теперь я просто уверена, что я обязательно свяжу из этой пряжи платье. А сколько еще проектов нас ждет? Вы даже себе не представляете. Потому что этой пряжи у меня в арсенале предостаточно. Причем разных оттенков. Сразу отвечу, что эту пряжу можно купить в магазине Мир Вышивки. Где у вас есть 10% скидка с промокодом Ситникова. Там просто громаднейший выбор этой пряжи. Сразу отвечаю на вопрос. Потому что постоянно звучат такие вопросы в комментариях. Где можно купить эту пряжу в Мир Вышивки. Прекрасный выбор этой пряжи Мидара Ангора 2. Так. По весу. Значит, что по весу этого жилета. Вы не представляете. Вот этот жилет. Сейчас еще немножко поверчусь. Весит всего 270 грамм. Представляете. У меня есть шапка, которая весит, по-моему, 350 грамм. Которую я вязала патентной резинкой. Пышные косы там. Найдете в плейлисте шапки. И вот жилет с такими длинными полами. Конечно, он укороченный. Вот спинка укорочена, как вы видите. Весит всего 270 грамм. Из них, внимание, Мидары, то есть Ангоры 2, пошло на этот жилет всего 70 граммов. Представляете. Даже 65 грамм. То есть у меня было два моточка вот этого оттенка. Три семерки. И сейчас осталось 135 грамм. То есть 65 грамм пошло всего этой пряжи. Можете себе представить. Остальное 40 грамм моего дорогого кашемира. И получается, если я правильно подготовилась и посчитала, потому что с математикой туго, 160 грамм получилась шелковая блеска. Вот все 260 грамм. Это из чего состоит этот жилет. Но 70 граммов Ангоры 2. Это просто шип. Просто класс. В общем, из этой пряжи дальше, даже сегодня я начну вязать прекрасную юбку-карандаш. Конечно, я сейчас не расскажу вам всех тонкостей и нюансов по этой юбке. Единственное скажу, что она будет очень простая и очень элегантная. Ну, так скажем, лаконичная. Которая просто идеально подойдет под этот жилет. И это будет сногсшибательный костюм. Здесь, что у меня, кнопка магнитная, без которой не обошлось. И сейчас я вам все, во-первых, на себе покажу, как это выглядит поближе. А потом, конечно же, мы на столе все это дело рассмотрим. Итак, сейчас поближе рассмотрим те швы, которые я сделала. Посмотрите на аккуратность плеча. Пожалуйста, оператор, сверху плечо снимите. Сверху, вот прям, чтобы было видно. Благодарю вас. Вот. Обратите внимание на отделку шва. Вот это тамбурный шов. Вот эти вот мелочи, они, ну, добавляют законченности изделию. И обратите внимание на вот этот шов. Это как имитация строчки машины. Все это делалось крючком. Это называется тамбурный шов. И, конечно же, вот здесь вот по линии выреза под руку, там тоже есть эти швы. Я здесь, значит, воротничок и, ну да, воротник, который называется шалька, я его пришила. Вот по линии шеи, вот здесь, он прихвачен ниточкой. И прихвачен ниточкой, а больше нигде не прихвачен. Вот здесь вот такая кнопка магнитная. Кстати, мои хорошие, отвечаю сразу еще на вопрос по поводу всех товаров, которые я покупаю на Алиэкспресс, ну и в других магазинах. Ссылки на все эти прекрасные, очень удобные и очень нужные, и, кстати, очень дешевые товары, можно найти на главной странице моего канала во вкладке «Сообщество». Там я постоянно обновляю этот пост с этими ссылками. Сейчас, по-моему, третий пост сверху. Ну, то есть заходите во вкладку «Сообщество» и опускаетесь вниз. И там третий пост, сейчас он третий. Я через какое-то время его обновлю, чтобы он опять поднялся вверх. Там есть все ссылки на все товары, которые на все магазины, где я это покупала, по очень демократичным ценам. Единственное, что, ну, как-то иногда быстро приходит, в течение двух-трех недель, иногда месяц, а то и два идет товар. Ну, это Алиэкспресс. Сейчас, перед Новым годом, конечно же, все это дело в рамке, временные рамки растянулись, но оно и понятно, что много заказов, много посылок, почта просто не справляется. Ну, а вообще я довольна своими покупками. И это вы можете найти, еще раз повторюсь, во вкладке «В сообществе». Так, ну что, сейчас немножко переоденусь, покажу вам, с чем еще можно одевать этот прекрасный жилет, которым я очень-очень довольна, и вы посмотрите. Мои хорошие, посмотрите, что у себя я нашла в арсенале. Для кого-то это водоросли, мне уже был как-то такой комментарий. Я сразу отвечаю на такие комментарии, что мои водоросли мне по душе, они мне нравятся. Я не претендую, что они должны нравиться всем, поэтому кому нравится вот такой стиль, как это, Боа, да, пожалуйста, есть мастер-класс, причем давнишний мастер-класс, как можно связать этот шарфик. У меня есть шарфик еще в другом цвете, то есть там зеленый, коричневый. Ну, в общем, это все можно сделать своими руками. Мне очень нравится, как это смотрится с этим жилетом. Итак, друзья, не совсем подходит, конечно же, вот этот черный цвет, но нет у меня темно-коричневого. Идеально сюда подойдет, конечно же, темно-коричневый цвет. Посмотрите, как смотрится комплект. Вот в таком составе можно шарфик. Вот если бы был вот такой темно-коричневый цвет, водолазка и юбка, было бы просто шикарно. Но юбку мы с вами свяжем вот такого цвета. Возможно, я кое-что в нее добавлю. Сейчас вам об этом рассказывать не буду. Пусть задумка исполнится. Ну, в общем, как-то вот так. И, как ни странно, у меня даже нашлась вот такая сумочка, которая очень хорошо вписывается в этот ансамбль. Сумка вязалась давно, очень давно. Я думаю, что это был 12-й год. Я о ней уже вам как-то рассказывала. И есть мастер-класс на узор по этой сумке. Сейчас я подойду к оператору, чтобы вы... На вот этот узор у нас есть мастер-класс. Там заставка очень яркий малиновый жакетик. В общем, узор вот этот. Кому интересно, здесь ничего, в принципе, сложного нет. Вяжем простой прямоугольник. Сумка, кстати, превращается в сумку-планшет очень легко. В общем, вот такая вещица пригодилась мне к этому комплектику. Ну вот, мои хорошие. Сейчас переходим на стол. Я покажу вам все тонкости и нюансы. Расскажу, конечно же. Объясню достаточно понятно. Так что, кому понравился этот жилет, вы с легкостью можете его связать. Итак, дорогие друзья, давайте рассмотрим этот жилет поближе. И я еще дам вам несколько рекомендаций. Если вы планируете вязать жилет не лицевой гладью, а каким-то другим узором, позаботьтесь о том, чтобы этот узор был двусторонний. Потому что вот этот воротник шалька, он, естественно, отвернется. И вот здесь у вас должно быть все красиво. То есть узор должен быть двусторонним. Не все узоры подойдут к этому жилету. Вот другими словами. Итак, то, что есть мастер-классы на моем канале и по айкорду, и как я вязала, это вы все увидите. Вот здесь вот соединение методом с двух спиц. Две части наших полочек я соединяла методом с двух спиц. Значит, с той стороны у меня получился шов. Я здесь просто уже подшила, чтобы не дергаться, комфортно себя чувствовать, когда жилет уже на мне. Я здесь вот подшила вот этот воротничок, чтобы он лежал все время так, как нужно. И, естественно, шов, который остался, он там внутри. А его можно сделать и на эту сторону. Все зависит от того, как вы будете носить этот воротник. Потому что воротник можно носить и вовнутрь. То есть не вот так отворачивать, а вот так. Тоже смотрится очень хорошо. Поэтому, когда будете соединять ваши полочки и вот этот элемент, который идет на воротник, подумайте, с какой стороны сделать вот этот шов методом с двух спиц. Ну, а дальше вот здесь вот я пришила крючком это все. Такое впечатление, как будто работал оверлок. Но это сделано крючком. Я просто сшивала две части вот по плечу и по там, где вырез для горловины, по спине. Я сшивала столбиками без накида крючком, соединяла эти швы. И получился вот такой, как будто оверлок поработал. С той стороны все очень аккуратно. Швы немножко раздвинулись. Вот чем вот это соединение не просто тамбурным швом, а именно соединение столбиками без накида крючком. Потом шов выпрямляется, он вот так вот ложится и становится плоским. После отпаривания вообще все очень замечательно. Ну и о маленьких фишках. Значит, вот здесь вот вы видите элемент. Вот он. Тоже крючком тамбурным швом прошлась по айкорду, да? Я подчеркнула, то есть по спинке и по переду прошлась крючочком. Сделала имитацию машинного шва. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, это еще придает жесткости изделию, и оно уж точно не вытянется. Хотя ниточка не подвержена вытягиванию вообще. То есть, вот от слова вообще. После ВТО изделие каким было, таким и осталось. Немножко улеглись петельки и в ширину на 2 см больше. Высота осталась прежней. То есть, вот такой вот акцент я сделала, ну, во-первых, по вырезу, по пройме для рукава. Вот вы видите здесь, да? И такой же акцент я сделала по полочкам. Вот по вот этим полочкам, которые свисают. Вот видите, как поблескивает. Это ниточка шелковый блеск, блеск в одно сложение. Да, напомню, что пряжа, значит, Мидара Ангора 2, оттенок 3 семерки здесь. Здесь шелковый блеск, шоколадный оттенок. И моя вот эта вот дорогая пряжа Кашемир. Вот то, о чем я вам говорю. Это по спинке тоже прошлась крючочком, сделав вот такой вот тамбурный шов. Тем самым скрепила полотно. И полотно вообще не заворачивается. Потому что здесь нет ни резинки, никакой платочной вязки. Здесь все начиналось с лицевой глади. А как мы знаем, лицевая гладь, она заворачивается. У меня ничего не заворачивается. Во-первых, после ВТО и после отпаривания. Ну и вот эти вот два шва по краю. Вот еще такой маленький лайфхак. Если вы вяжете юбку лицевой гладью и не хотите добавлять вот эти два ряда, как обычно добавляют вязачицы платочной вязки, чтобы не заворачивался низ, вот вам, пожалуйста, можно пройтись крючком и сделать вот такой тамбурный шов. И ваше изделие не будет заворачиваться никогда. Во-первых, это красиво, это подчеркнет, это укрепит, ну и это как декоративная отделка. То есть, вот значит, вот так вот по этой поле я прошла и вот по спинке. Так, об этом рассказала. Вот так вот выглядит очень красиво, аккуратно. Айкорд, вот вы видите, тоже прошлась. Но здесь один шов, то есть, не двойной, а один шов вот по краешку. Так, что еще по этому жилету? Ну, то, что весит 270 грамм, я вам сказала. Пряжа потрясающая. Расход великолепный. Я говорю, у меня ушло 270 грамм ушло вот пряжи Ангора 2. Вот такие швы. Кто-то у меня спрашивал, ой, а как же ваша вот эта утолщенная кромочная с накидом? Как же швы? Прекрасно швы себя ведут, да, они немножко больше. Ну, вот я здесь сшивала тоже крючком, тамбурным швом. Посмотрите, как будто это машинка. Видите? В общем, красота красивенная. Ниточка, вот это моя, как ее, кашемир. Посмотри, как красиво лежит в полотне. То есть, где-то проглядывается шелковый блеск, придающий блеск, да, такая тавтология. И просматривается вот эта ниточка, раскрывшийся кашемир вместе с Ангорой 2. И получается вот такой эффект очень красивый. Камера, конечно же, не передает всей прелести. И вот эти ворсинки. Ой, я просто очень довольна этой пряжей. У меня еще ее достаточно. Следующее, сейчас покажу, как выглядит, вот шов выглядит. Это вот плечо. Видите, как будто как оверлок. И вот этот шов, это пошел уже на воротник, то есть по спине. В общем, достаточно все аккуратно. Я довольна, очень довольна работой. Очень легкий. Следующее, сейчас вот прям вот загружу видео, загружу ролик. И начну вязать юбку, карандаш к этому жилету. Вот такая магнитная кнопка, о которой я вам уже говорила. Просто прекрасно здесь. Никаких пуговиц, ничего. Вот ответная часть, пришивная. Вот так вот щелк и все. Достаточно мощная. Достаточно мощная. Ее здесь не видно. В общем, вы видели все, как сидит на мне. Красота красивенная. Достаточно быстро я связала этот жилетик. Думаю, что так же быстро свяжу юбку. Я думаю, что я успею ее связать к Новому году. Так что, кому понравилось, пожалуйста, все есть на канале, можете связать. Сейчас вам покажу еще один план на будущее. Но сейчас вот как бы юбка у меня, да, по плану. А после юбки я сейчас покажу, что я вам хочу связать из этой пряжи Ангура 2. Итак, все вы помните мою вот эту прекрасную шапочку. Я ее обожаю. К этой шапочке я планирую связать. Очень широкий, очень красивый, мощный, массивный шарф. И вот эта пряжа Ангура 2. Я все думала, что мне моточка не хватит. А теперь, судя по тому, какой у этой пряжи великолепнейший расход. Видите, 750 метров в 100 граммах. Да мне хватит на шикарнейший шарф. Вот просто идеально подходит цвет. Я смешаю эту Ангуру 2 с музой. Здесь тоже очень хороший состав. Это китайская пряжа. Это был спонсором магазин Бобин. Благодарю. 400 метров. Тоже хороший метраж. И здесь лен и шерсть. Я такой пряжи просто... Вот там коронная шерсть 70% и 30% лен. Вот соединю эти две ниточки. Они просто идеально подходят по цвету. Шапочку я вязала из музы. И вот теперь, чтобы утеплить, был очень теплый шарф, я свяжу, вот соединю эти две ниточки. Да, не сказала. Артикул здесь цвет 853. Это вот у пряжи Мидара. Напомню, что это итальянская пряжа, которая расфасовывается с недавнего времени в Прибалтике. И теперь для рукодельницы это очень шикарный подарок. Она стала моточной. А вообще пряжа была бобинной очень долгое время. И сейчас вот ее расфасовывают, наматывают нам в моточке в Прибалтике. Напомню, что пряжу можно приобрести в очень хорошей палитре расцветок в мире вышивки. И не забывайте, что там есть у вас 10% скидка с промокодом Ситникова. Ну вот, мои хорошие. Смотрите, какое сочетание прекрасное. На этой ноте я буду прощаться с вами. Пожалуйста, напишите ваши комментарии. Как вам жилетик такой? Как вам будущая юбочка-карандаш к этому жилетику? Поддерживаете ли вы этот проект? Будет ли он вам интересен? И напишите, пожалуйста, ваши отзывы по будущему проекту. По второму уже будущему проекту по поводу шарфика. Красивого, с косами, может быть саранами, пока не решила, но шарф должен быть шикарным. Все, я на этом вас с вами прощаюсь. Всех обнимаю, всех люблю. Посмотрите, какой снег у нас повалил, мокрый. Вот такая серость за окном. А в душе бабочки, потому что мой жилетик готов. И начинаю вязать юбочку. Все, мои хорошие, обняла. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова